всем привет меня зовут арч меня зовут вегас мы сегодня на стране fm поем для вас и общаемся с вами так коротко обо мне я артём обычный артём из обычного города саратова из обычного района со второй дачной все нас там знают у меня три альбома выпущенных уже есть большое количество треков не совсем большое но прилично очень много треков попадали в топ-чарт все три альбома были в топ альбомов буме и самое большое достижение золотой диск золотой статус продаж за первый альбом я занимаюсь музыкой не так давно начал петь вместе с братом то есть совместные треки начали записывать на данный момент у меня восемь треков в сети это шесть совместных с моим братом и 2 своих сольных самый популярный дожили думаю сейчас на данный момент трек но самые такие большие достижения то у нас из шести совместных три залетали в топ-чарт вконтакте ну пока что больше самых таких больших достижений нет да только только получается так что должен младший брат брать тянуть до а это младше тянет наоборот получается не мы как сольные выпускаем так и совместно да мы думали типа сделать такой проект типа арчи вегас там и все типа как малиновые там вегет шпиль но у нас все-таки у нас есть сольный трек как это также взрывает я аудитория тоже она любит и сольные треки там и арчи вегас треки то есть как это все происходит мы например я вот допустим как как это происходит у меня когда я что-нибудь пишу я естественно показывают артему своим пацанам то есть на оценку как вам трек ребята залетишь не залетишь да что будем вместе делать да и там также можно тоже давайте залетишь со мной вместе на этот трек то есть получается и сольные получаются совместные также артсом написал коми трек показывает нам приходит ко мне говорит давай вот сделаем совместный трек и груда давай сделаем биты мы покупаем но покупая ли сейчас у нас свой звук режиссер появился он нам сделать биты слова мы естественно сами пишем я абсолютно все текста сами пишем вот и так же сводит и все до это до идеального этого доводит это все звукорежиссер уладка дырю спасибо было привет смотря как считать я например начал раньше выступать в колледже просто играть на гитаре я вообще хотел записаться как бы в кружок чтобы меня чему-то научили а когда я туда пошел я уже понял то что учить меня ничего не будут мы просто будем с ребятами выступать а именно вот такое творчество то есть писать свои треки авторские публиковать их первый арсом начал надо вообще по сути на гитаре научился играть вот опять же отец брат научили там а там дальше самоучка ну короче по роликам начал по увиди уроком учиться поиграл что-то где-то в контакте в музыке нашел минус какой-то там не знаю просто чей это минус вообще я не знал тогда что нужно там брать покупать биты и все это оформляется это выкладывать в чисто попробовал там показал пацанам чё пацаны как типа думал поржут но они говорят нормально типа давай видосы запишем в контакт выкинем его в группу создадим и выкинем видос и все короче сделали видео выкинули типа аудитория подтягивалась там ну как по своим раскидали везде репосты все сделали и хорошо все больше больше увидел да и короче мы пошли записывать я тебя перебью хочу заметить это видео набрало примерно за сутки 40 тысяч просмотров без всякой рекламы то есть раскидали по знакомым а там она уже разошлось на 40 тысяч просмотров то есть ну трек очень зашел аудитории каста например я помню самый человек помню вот прям как я тащился от это сначала все гамора сереже местный очень да забыл про это это дворовая туда-сюда потом уже вот до самого начала прям самого начала всех треки слушаю еще когда иншпиль сольно пел миаги сольно пел самом начало всех треки слушаю баста тоже гу в центр все эти ребята вот на такой ну как бы мы про что мы поем вот примерно такой музыки мы и росли но она бывает поэтому по-разному совсем но как бы новый рэп вот у кого-то есть такой жанр ну типа кто любит реально этим заниматься кто любит реально делать такие трап треки который раскачивает там на тусовках а есть кто вообще кому но по барабану просто зарабатывать деньги да просто делает такой жанр на самом деле он слушает другую музыку на самом деле такую музыку не слушает просто делать такую чтобы люди покупали ли он на этом зарабатывал деньги то есть как прям від этот проект такой заработка блин сейчас в чартах стало мало хороших треков реже так о таких треков которые с уг envol контурник вам которые не только приятно послушать. С какой-нибудь там историей, там, туда-сюда. В основном в топ-чарте то, под что можно, не знаю, поплясать, послушать, пока ты там дома, не знаю, убираешься. То есть это приятно на слух, но в большинстве нет никакого смысла вообще. А таких, чтобы это было и приятно слушать, и подвигаться можно под это, и плюс там еще есть и какой-то смысл, который можно уловить. Таких очень много. Ну, относимся вообще так, как нейтрально, короче, к этому. То есть там куда не зайдешь, на какую-то тусовку везде играет Морген Стерн, там, что-нибудь такое. Ну, что в чарте есть, в верхах чарта то и играет, как бы когда ты отдыхаешь, вообще пофигу, что там играет вообще. Не задумываешься, да. Да, полно звучит, и все. Есть все-таки. От этого никуда как бы не денешься. Они будут делать это. Ну, будут продолжать делать такую музыку, развивать это. Ты же не можешь запретить это делать. Так что он как основался новый рэп, новый жанр, такая новая школа. Шпильмиеги, Макс Корж. Макс Корж. Малина Вай. Алиб. Алиб, да. Ну, это новый парень. Новый исполнитель. Мало известный, но поет круто. Ребята у вас были тоже. Идрис, если я не ошибаюсь, и второго забыл, как зовут, тоже хороший. Да, тоже. Вот они вот услышали о них, короче, и прикольные у них треки. Такие нам нравятся, более такие, смысловые песни, вот как грузящие такие. Над которыми подумать можно. Где можно задумываться, да. Ну, в жизни бывает, ругаемся. Мы стараемся, конечно. Ну да, но просто, когда уже эмоции не позволяют контролировать. А в треках? Да, тоже можно что-нибудь, да. А в треках вообще никак, как бы... Пытаемся. Пытаемся, да. Ну и вот у меня может... Есть пару треков, где... Один трек, где я не смог вообще эмоции сдержать, и как бы там одна фраза, одно слово есть. А вообще в остальных нет ни дома этого слова. Ну, потому что мама слушает, все слушают, все за мной следят. Все мои эти... Родственники, все как бы все слышат. И стыдно будет, если услышат там матное слово. Даже бабушка слушает так, поэтому не допускаем. Ну и так же, не только для родственников же и молодое поколение жили. Вот ко мне на концерт приходят ребята там по 6 лет, им по 5 лет. Приходят такие маленькие совсем, ну ты как понимаешь, там 13 лет ребятам, они все слушают, понаберутся как бы. То есть стараемся делать так, чтобы не было мата вообще в треках. Но когда без него никак, ну может быть одно там, даже одно, одно слово. Чаще всего, я думаю, ВКонтакте и Инстаграм. Я чаще всего нахожусь у меня 3, наверное, площадки, даже 4, наверное. И всех прекрасно знают это ВКонтакте, Инстаграм, ТикТок и Ютуб. Я больше, наверное, ВКонтакте и в Инстаграме. В интернете, ну не интернет зависимый, много времени проводим, но как бы не прям вот, что бы вот так, там, фильм посмотреть или что-нибудь такое, вот это вот любим там фильм, кинчики какие-нибудь посмотреть, интересные там. В Ютубе что-нибудь интересное, посмотреть, что сейчас там, ну в трендах, что сейчас вся страна смотрит, что происходит в стране там. Ну и музыку послушать. Я особенно последние несколько лет очень часто начал смотреть фильмы. И то есть дошло уже до такого, что я подряд их смотрю. Посмотрел один фильм, и блин, я хочу еще посмотреть фильм. Ищу какой-нибудь еще интересный фильм, смотрю его сразу же, следующее. То есть, да, кино я очень сильно полюбил. Он может, я иногда просыпаюсь с утра в 9 часов где-то, он еще даже не может спать, в смысле сидеть, смотреть фильм. Я не потяну, мне кажется, кинематограф. ТикТок — это сейчас такая, так сказать, новая площадка, которая набрала популярность, ну не так давно он появился, и много появилось там пользователей. И в том числе как раз вот певцы, артисты из ТикТока, как бы те, у кого там уже раскручен аккаунт, даже вот блогеры, которые вели ТикТок, и там уже есть большая аудитория. То есть, если он заливает туда сниппет, он делает, естественно, ну делает такие треки, вот, которые из ТикТока с заражающим припевом, он как вирус в голове прям заедает. То есть ТикТок большой толчок дает? То есть это 100% в чарт, это вообще 100% в чарт, из ТикТока все треки в чарте, мне кажется. Там полчарта, мне кажется, в треках из ТикТока. Но именно те, кто начали снимать в ТикТока, потом лезут в музыку за счет того, что ТикТок очень сильно продвигает музыку. Не знаю. Это вот как раз та коммерция. Мне не особо нравится. Вот это как раз коммерция. То есть они это делают, чтобы зарабатывать еще денег, помимо ТикТока. И я думаю, нет. Вот как раз то, что ТикТок, вот они вывозят из ТикТока, залетают на самый верх чартов. Из ТикТокеров. Мы знаем Акулу, она с нашего города. Ну она, наверное, таких ТикТокеров знаешь, типа Валя Карнавал, такие прям мега популярные. Ну и не особо следим тоже за ними. Мне больше, мне в ТикТоке больше нравится чем-нибудь интересное или юмор какой-нибудь. Вот, чем-нибудь такое посмотреть. А то, что они делают, я не знаю. Не очень. Так. Мы особо не смотрим таких блогеров, типа. Что в рекомендациях попадается, там нам этот попадается. Лехин, короче, одноклассник в Тигран, помню. его одноклассник, он снимает там его. Знаете, он подходит в военной форме, короче, такие служили. И говорит, служил, не служил, типа. Не служил, не мужик. Такое известно, сейчас стал, что у него там лям. Ну мы смотрим, он просто попадается и там, о, нифига себе, он с нашего района. Учиться оно в любом случае надо учиться. В любом случае нужен диплом. Даже все прекрасно знают, что он будет лежать на полке, он будет пылиться, но он все равно нужен по-любому. Так сказать, не доучился, но как бы я восстанавливаюсь на уже заочно, ну чтобы мне проще было песни, песнями заниматься и учиться одновременно как бы вот это вот все. Я восстанавливаюсь, я учусь в Саратове, в железнодорожный техникум. Сразу же почему-то туда пошел, даже, ну раздумывать не стал, что-то там. Ну с мамой посоветовались, пойдем в железнодорожный, там пойдем там, типа много зарабатывать на железной дороге, там так все правильно, все дисциплина, там типа зарплата никогда не задерживают. Я пошел туда учиться, даже работал проводником, короче, в Москву, в Анапу в основном. Мне не понравилось. Вот. Ну учиться прикольно было, я там везде на гитаре как раз играл, вот оттуда как раз мой путь начался творческий, то, что я там везде выступал, везде пел на гитаре, но я был один гитарист, короче, на весь техникум. Там вообще, если честно, даже страшно что-нибудь спросить, на тебя сразу наорут, там что-нибудь такое, короче, там ты что вообще офигел, ну и нафиг, короче. Ну вот я вот собираюсь доучиться, по любому диплому надо забрать, что начал. А так я вот, ну получается, начал петь, на третьем курсе как начал петь, и все, ушел петь. У меня юридическое образование, да, но это колледж, не академия. Я пошел учиться в колледж, тогда еще колледж экономики, права и сервиса, пошел учиться на гостиничный сервис, хотел на коммерцию, но ее закрыли, убедили пойти на гостиничный сервис, пошел на гостиничный сервис. Я потом хотел пойти барменом работать, мне это дело очень нравится. Я до этого уже работал, и мне понравилось. Пошел на гостиничный сервис, отучился год там, как раз таки там я вот и начал тоже играть на гитаре, но я не задумывался о том, что в дальнейшем там буду петь с братом. Так для себя, мне нравился играть на гитаре, выступали с ребятами, и в конце первого курса нам говорят, что гостиничный сервис закрывают. Пришлось переводиться на юриста в этом же колледже. Перевелся, доучился два года, ну заочно тоже там на имплане, можно так сказать, на юриста. Ну и все, там у меня Артем начал петь. Я сначала раздумывал, 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 стоит, не стоит. Ну в итоге вот начали с ним записывать. Я думаю, даже не пригодится, потому что не нравится мне это. Я не пойду работать юристом. Ну в юридическую сферу, куда там можно адвокатом, судьей, кем угодно. Из юридической сферы. Вот мне это не нравится, я туда точно не пойду. У нас мама. Да, она нас поддерживает. Она нас очень сильно поддерживает. Это, наверное, один из... У нее одна из главных ролей в нашем творчестве. Потому что она даже, когда вот я только начал, она даже не знала, что это, как это поможет. Ну она, короче, мало говоря, мало верила, но все равно поддерживала. Что, чего там добилась. Она не знала, как это, чего там можно в музыке добиться, типа, какие там заработки. как это все монетизируется. то, что она, как бы она вроде и не верила, но все равно она поддерживала меня до самого конца и поддерживает. Она приезжала ко мне там в другие города, на концерты ко мне приезжала. Говорит, я приеду, я все сниму на телефон для себя туда-сюда. Бабушки у нас старые загалки и говорят, ребята, это, конечно, вы молодцы, ну, то есть поддержат, вы молодцы, но вы не будете, вы же не будете этим так долго зарабатывать, вас же не будут так долго слушать, вам надо думать о работе, вам потом надо будет работать. У тебя все когда-нибудь закончится. Вот, то есть они так поддерживают с мыслями на будущее, можно так сказать. Папы у нас нет. Да, 15 лет умер. Ну, когда мне было 15 лет. В 16-м году? Да, в 16-м году. Ну, наверное, самое главное такое прям испытание на пути артиста, это, наверное, не бояться, не стесняться своей публики, то есть выйти на сцену как к своим друзьям, к своим близким, готовым быть с ними, разговаривать на разные темы и туда-сюда. То есть не бояться своей публики, не бояться выходить на сцену, не бояться петь. То, что важная, мне кажется, часть аудитории и артисты, они как-то должны взаимодействовать вместе. Мне так кажется. Я тоже так думаю. Главное – это сцены, потому что в наше время сейчас, даже если ты не умеешь петь и голоса вообще нет никакого, все равно можно записать трек, даже если он будет без смысла, что угодно написать. Вообще, главное, чтобы это как-то рифмовалось. И с помощью техники можно вообще сделать все, что угодно. Все, что захочешь, это у тебя и в топы залетит. Но на сцене ты так не споешь. Мне тоже кажется, главное испытание этой сцены. Так же еще как и не побояться своей аудитории, не побояться ей показать, даже своим друзьям не побояться показать материал, который у тебя там есть. Потому что если сейчас показал им, а вдруг понравится. Постоянно много кто начинает, они думают, что будут смеяться над ним, типа ха-ха-ха, поет, не умеет и поет. Типа дурак, да ты, блин, вообще откуда из глуши, какая тебе музыка, кто тебя возьмет, куда. Ну главное, не бояться показать, там выложил и выложил и пофигу, а вдруг залетит. Залетел и все, а потом все на тебя смотрят, блин, офигею, я тебя тоже так хочу. Как бы там сколько-то, хоть сто концертов, хоть сто стадионов Сибиря, оно всегда будет, это новый концерт, и приходят люди, и тебе, естественно, где-то там, ты можешь, да, показывать, ну, со стороны ты как будто ты не волнуешься, как будто все хорошо, но у тебя там внутри все равно ты тут как бы прокручиваешь, что может быть сейчас, а вдруг там так будет, а вдруг это, а что делать. Потому что чувствуешь ответственность перед родителями, перед друзьями, близкими, и также перед аудиторией. Никуда оно не пропадет, они пришли за это, деньги заплатили? Всегда, чуть-чуть всегда оно будет, никуда не потеряется. Чуть-чуть, да. У меня много. У него много, потому что, ну да, у него большая аудитория, у меня аудитория еще не такая большая. С разных там ситуаций много хейта, короче, во-первых, все бы первое, что бы первое. Вот, наверное, ситуация с бывшим продюсером у меня была, то, что, ну, короче, просто там, ну, заработали, и все, разошлись другие берега, короче, просто сами по себе работать, и все, короче, посчитали, типа, ну, то, что я его кинул. И вот много его фанатов, короче, мне пишут в группы, там, типа, да ты кидала, там, все дела, короче, не пацан, типа, так пацаны не делают, настоящие, ну, на самом деле, я знаю всю правду, ну, как было, вот, поэтому не обращаю на это внимание, вот. Еще хейтят, также вот за это, бы для тему, типа, гопники, ауешники повылазили, типа, мне там пишут всякие комментарии, я иногда ржу над ними, сижу, в смысле, там, просто напишут, ё-моё, зачем мне бы для тебя на это в ленте выскочило, типа, тому подобное, я думаю, ё-моё, началось, с них хейта тоже много, типа, кому нужна ваша, типа, ауешная музыка, хотя мы никак это не пропагандируем, вот, мы наоборот, хотим молодежи донести, чтобы, что нельзя делать в жизни, короче, ну, что, не то, что я же не могу им запретить, не советовал бы делать, вот, ну, ещё бывает хейтинг по поводу, там, не вышедших треков, короче, там демики старые, которые когда-то там всплыли, типа, бывает, блин, ты чё вообще такой не выпускаешь, такой сикой не выпускаешь старые треки, типа, вот эти. Правильно, у меня вообще его, можно сказать, практически нет, только из-за лент, в ленте, кому попадается реклама, например, моего трек, или вот нашего совместного, заходят, есть такие, которые, их разрывает, им надо зайти, написать, что это прям, фу, это вообще иуде из музыки, вот такие заходят, пишут, а так, так как у меня аудитория маленькая, его практически нет. К тому, чтобы что-то прям вот такое, купить себе там дом. Для меня, наверное, самое главное стремиться, ну, заработать так, чтобы все близкие мои люди, все мои родные люди были обеспечены, ну, да, были обеспечены, всё у них было хорошо, чтобы они не нуждались ни в чём, хорошо жили, проживали свою жизнь. Это самое главное. Если твои близкие счастливы, то ты тоже счастлив. Как бы это всегда таких прям грандиозных, да нет. Раньше, раньше у нас были, конечно, проблемы с деньгами, мы не из богатой семьи, вот, но как-то справлялись? Мама, папа? Кредиты, туда и сюда, и всё висит. Потом мы начали, естественно, денег нету. Артёму, я помню, как сейчас, предложили контракт, лейбл, предложил сотрудничество, вот, я ему, он мне скинул контракт, посмотреть. Естественно, я ему говорю, то, что это заработок, тебе будут платить за это деньги. Вот, здесь уже начались задумки, ну, не о том, чтобы прям конкретно заработать там себе на яхту, вертолёт, а о том, что ему это дело нравится, он начинал этим заниматься, не с целью попасть на лейбл, мы даже тогда ещё особо не разбирались, поэтому он вообще про это не знал, про лейбл. Он начал этим заниматься, потому что ему это нравилось, и его поддержали все ребята, друзья, родители. И тут ещё выясняется, то, что этим можно ещё и заработать. Возможно, даже неплохие деньги. Я всё, короче, потратил с друзьями. Там, ну, я, естественно, там маме тысяч тридцать отдал, вот так вот, дал маме. Оставил там тысяч пятнадцать на запись, короче, треков. И всё, остальное потратил на шмотки, там, с друзьями. Короче, вообще, пацаны, вот так вот. Мой это. Вот это жёстко, да. Не сказать, что было? Мы сами живём, как бы у нас в районе. Ты много говоришь, дай мне тоже что-нибудь сказать. Я только начинаю что-нибудь говорить. Не, ну, ты хочешь, меня тоже перебивай. А я пытаюсь, ты говоришь дальше, ты меня как будто не слышишь. Чтобы вот вы понимали, как, ну, раньше, у нас как бы так все живут, мы живём в небогатом районе, у нас там нет сверх таких мажоров каких-нибудь, все так одинаково живут, как бы. Это как бы у нас неудивительно, что там у людей денег нет, там, что у людей кредитов куча, у нас это совсем, а там у этого, да, у меня тоже завтра будет. Вот так вот. Да, говорили, конечно. Про свой первый доход, это, я не могу сказать, что он прям мой, это наш, с ним вместе, совместный и нашей команды. Потому что тогда у нас всё начиналось как Арчи Вегас, совместные работы. Также часть мы отдали маме, а остальное в музыку ушло. То есть это минуса, это студия, поездки. Он первый получил свой гонораж за свои сольные треки, он раньше меня начал попеть. А потом уже, когда я присоединился, мы с ним на двоих свой получили. Там аванс, потом будет процент, ещё начислят. да, есть хорошие, есть парни. Вот, например, Паша Литвиненко, с ним хорошо общаемся, общаемся с Андреем Торонто, с Джамиком. С Джамиком, Тамуки, с кем ещё мы хорошо общаемся. Вот Фет, артист тоже такой союз. У нас вообще много, на самом деле, друзей среди артистов, с которыми хорошо также пообщаемся, поддерживаем друг друга, выкладываем в истории друг друга, там, постим, репостим, как бы взаимопомощь. То есть это не то, чтобы прям дружба-дружба, но хорошее общение поддерживает. Хорошее общение, да. Мы же там, ну, из детства, грубо говоря, поддерживаем друг друга. Также, например, может там какой-нибудь артист поддержать твой релиз, ты потом его релиз поддержишь. С братом, нет, мы лучшие друзья уже давно. Раньше по детству, у нас разница всего года, раньше по детству эта разница оказалась огромной. У меня свои друзья были чуть постарше, у него свои чуть помладше, но потом, годом к 15-16, эта разница вообще стирается. Сейчас я, такое ощущение, как будто у нас нет разницы. Ну да. Её вообще не чувствуешь. И вот с 15-16 лет у нас один круг общения. Он, конечно, потом пропал, там это другая история. Но сейчас у нас друзья одни. И вот с этого момента, с 15-16 лет мы с ним прям как очень хорошие друзья. Лучшие вообще. Да мы с ним даже не здороваемся. То есть, да. Ну мы живём вместе. Мы там можем день не видеться, там я где-нибудь буду, там, да, там квартиру буду снимать, а мы можем с ним день-два не видеться, потом он придёт к нам, типа, в гости, и всё, там, типа. Он со всеми поздоровится, кроме меня, но мы не будем здороваться, потому что вот так вот. Мы настолько привыкли, как мы просто. Я могу там, он поздоровался со всеми, а я просто ему скажу, там, что там дома, что делать. Ну да, да, да. Начнём о чём-нибудь разговаривать. Ну, больше 20 лет. Да, больше 20 живём вместе, а помним лет 15, наверное, из них. Я в поисках идеальной девушки. Я, наверное, однолюб. Идеальные отношения, это когда пара просто рядом с друг другом всегда. Всегда рядом с друг другом, везде. Это вот это идеальные отношения. Как бы там не покатят, там, да, что там, она поедет, там, я поеду там с подругами, там, да. Я поеду с пацанами, там, туда-сюда. Если они везде вместе, они не могут, друг без друга. Это идеальные отношения, и всё. Не надо ничего проверять, там. Короче, когда идёт полное доверие, когда ты полностью доверяешь человеку, он всегда с тобой, и всё, как бы, ты не будешь, ну, короче, будешь уверен в нём на 100%. Вот это, мне кажется, идеальное отношение, когда так же независимо твоё финансовое положение, когда человек с тобой не из-за денег, а как бы, когда именно ты нужен человеку. Вот, наверное, идеальное отношение. У меня, я, наверное, тоже могу сказать, что я однолюб. У меня, потому что были одни отношения очень-очень давно, ещё, как раз, когда мне лет 15-16 было, мы когда начали в одной компании гулять. Потом они закончились, и до сих пор у меня не было отношений, и пока что я не знаю, как их найти, потому что всё не моё, не подходит мне. Я общаюсь, например, с девочкой, и понимаю то, что неинтересно она мне, у меня не будет с ней будущего отношения, ничего. Я не знаю, как это объяснить, я не знаю, почему просто пропадает интерес к человеку. Я не знаю, почему. Вот я так в поиске идеальных отношений. Я почувствую, когда оно будет. Мне кажется, опять же, сейчас, наверное, в 21 веке, мне кажется, сейчас сложно найти хорошую девушку, потому что сейчас уже, ну, девчонки сейчас с 13-ти летнего возраста, с 15-ти летнего возраста начинают ездить везде, там, по хатам, короче, по клубам. Даже если в клубах пускай с 18-ти они пройдут как-нибудь, там их пустят. Вот. И сейчас вообще очень много. Сейчас каждая вторая, мне кажется, такая девушка, которая просто едет везде. И то же самое со спиртным. Тусит, да, курит. С 18-ти, но в 16-15 лет они находят способ, ведут, в общем, такой образ жизни. Разгуливый. Приводят, как бы. Мы поем, мы что-то делаем, чтобы, как бы, они услышали, они услышат, может, перевоспитаются как-то, я не знаю, начнут менять себя. Отношусь к этому вообще негативно. Чтобы вы понимали, я вам, можно, ситуацию приведу. Мы вчера буквально приехали в Москву все команды, вышли из машины и шел, короче, парень у него что-то тут проколото. Тут, короче, половина башки, короче, розовая, половина черная. Мы, короче, матом нельзя да ругаться. Ну, мы, короче, вообще были просто ужас это был. Ошарашены таким видом. А сейчас кто вообще вот делает, кто из себя делает, ну, парни делают из себя девушку, как бы там, парики носят и вот это все. Я негативно к этому отношусь. Я считаю, что как же, как и у девушек, как и у пацанов, внешность своя, она должна быть своей, не нужно что-то менять. Не, ну, если тебе там необходимо пластическая операция, да, у девушек, бывает у многих там нос или что-нибудь еще, сделать губы, сделать. Ну, если прям реально внешность не выдалась такая, как она и есть, то если это необходимо, то можно сделать, в принципе. ну, чисто для таких целей. А так, я считаю, себя менять не нужно, как будто есть и есть. Чем это делать? Татуировки нет. Планировал, первую взял. Да, очень хочу сделать. Я придумал, да, связанные с моим творчеством, с моим путем. У меня вот друг набил одну, говорит, я еще хочу, я тут хочу. Вторую набил, я тут хочу. Но я хочу сделать именно, чтобы у меня цель для памяти, чтобы в 50-ом, дай бог доживу, чтобы помнить это время, 20-й год, 21-й год, как я выступал, там, детям показать, там, спросит, а что это у тебя? Тогда я везде ездил, выступал, пел, все песни наши слушали, вот такой вот у тебя дед, вот так, грубо говоря. Да, да, я к тюнингу тела отношусь негативно, если это, к косметике, в принципе, нормально, если это естественно смотрится, а ботекс какой-нибудь, там, что-то себе делать, прокалывать, к этому очень негативно отношусь. В себе я такого, конечно же, не собираюсь сделать, но я вот, мне нравятся татуировки, и я тоже планирую себе сделать, пока что одну, я понимаю, что, скорее всего, на этом не закончится, но пока вот одну запланировал. Реклама ВКонтакте. Когда слушаешь музыку, реклама ВКонтакте. Это, я не знаю, мне кажется, это любого быть, я не знаю, не, покажите мне того человека, которого этого не бесит, я не знаю, ну это капец. А я думаю пока. Я две уже придумал. Сейчас еще подумаю. Реклама я прям ненавижу. Ну, меня, короче, меня раздражает очень сильно, я ненавижу, когда человек врет, когда человек лжет, говорит тебе неправду меняет, раздражает, я это ненавижу, я считаю, нужно быть правдивым. И раздражает Моргенстерн. И все. Ну, то, что, как бы, так взаимодействует с своей публикой, так сказать, там, обзывает их, там, выслывает их. Ну, короче, пофигу на публику. А артисты саратов? Не нравится, как артист взаимодействует с публикой. Я хочу летать. Ну, я, да, я хочу вот это, чувство человека, короче, чтобы понимать, врет он или не врет, там, читать мысли его, знать, что на самом деле, чтобы человек не обманул тебя. Если это прям фантазии, то, ну, мы на уровне руки вверх, группы, у нас все хорошо, дела идут хорошо, наши треки станут хитами на долгие годы. В принципе, на это мы надеемся, это и фантазия, и мы бы хотели, чтобы так было. У нас, короче, большая студия, там куча платиновых дисков, за каждый трек. Вообще все стены, даже места, наверное, нету, вот. И в середине платиновых дисков, там, короче, фотки всех российских стадионов под Заби, где, короче, мы выступали, вот. Вот так вот, я бы хотел посмотреть. Ну, естественно, мы проехали по всей России, по каждой стадионе, из каждого есть фотка. Планы, планы, очень хотим ехать, концерты, давать тур. первый тур. Да, у нас еще ни разу не было, как бы, такого прям полноценного тура. Хотим целый тур по России сделать. Ну, сейчас пандемия, и мы ничего, короче, сделать не можем. Сейчас вроде все замораживается. Очень кстати. Много пишут. Мы надеемся на это, что сейчас там не врут в интернете, что снимают ограничения. Вот. И ждем скорее, скорее. Смотри, давай. У нас концерт в Сызрани 27 февраля. И вот мы можем такое, типа, обращение к подписчикам, потому что будут же смотреть твои мои. Очень много пишут, когда приедете сюда, когда приедете туда. Вот мы ничего не можем сделать сейчас. Пандемия. У меня весь там эфир, в смысле, вон с вами застарен этими вопросами. Мы ничего не можем. Это не от нас зависит. Сделать ничего не можем сказать. Мы сами очень хотим, правда, поехать уже, концерты давать, но не можем. Ну, я еще стремлюсь к платине. Надеюсь. Золотой получил, хочу платину, но теперь стремлюсь к этому. Да, я, наверное, тоже. Получу. На ближайший год пластинку попробовать. Фантазия. Это такая фантазия, но и возможности. Самое главное в жизни? Жизнь, наверное. Если ты живешь, это уже хорошо, это самое главное. Вот. А так, наверное, честность, любовь и доброта. Ну, у меня проще. Самое главное в жизни – любовь тоже. Она всем нам нужна. Ну, я даже не конкретно про девушку, там, вот, друзья, чтобы тебя любили, и ты любил. Вам спасибо. Так быстро. Спасибо. , diesel. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо. Продолжение следует...